В диспетчерскую санавиации звонки поступают со всех районов области. За сутки их набирается около 10-15. В работе специалистов важна каждая минута. Сразу после того, как принят вызов, собирается бригада медиков. Обращения принимаются от представителей районных больниц и поликлиник. Медики высылают нам по факсу или электронной почте историю болезни пациента. Только после этого принимается решение об отправке воздушной или наземной помощи. Все это делается в кратчайшие сроки. Только в январе в санавиацию поступило 365 вызовов. Помимо обычных выездов, бригады медиков отправляются за пациентами на вертолетах и самолетах. За январь было три вылета по региону. Вертолет приземлился пару минут назад. На его борту находится бригада врачей и пациент с циррозом печени. Первую помощь медики оказали ему уже в воздухе. Теперь им предстоит доставить пациента в больницу. Вертолет прилетел из Сарагаша. На транспортировку пациента из района понадобилось около получаса. У пациента цирроз печени, пищеводное кровотечение. Пока летели, оказывали системную поддержку, держали давление на уровне. Воздушное судно марки Еврокоптер последние два месяца в рядах санитарной авиации. Борт оснащен жизненно необходимым оборудованием. На нем есть все для реанимации в воздухе. Вот здесь кардиограф снимает пульс, частоту. Вот эта система у нас регулировка кислородной системы, искусственное дыхание, мы говорим. Параметры здесь все удается, это врачи все это знают. Здесь у нас еще аппарат, он снимает кардиограмму. Прямо в полете он может выполнять больного, кардиоснимок сердца можно выполнять. Летать специалисты не боятся, говорят, спасенные жизни людей стоят риска. Но в воздух поднимаются по особым летным правилам. Мы не летаем, когда обледенение, туман и низкая высота областности, это менее 250 метров и видимости менее 2 километров в час. В прошлом году в санавиацию поступило более 4000 вызовов. 30% пациентов были транспортированы по воздуху. Чаще всего в рейсе на воздушном транспорте вылетают к тяжелобольным с диагнозом пневмония, к роженицам, недоношенным детям и к тем, у кого подозревают особо опасные виды инфекции. На сегодняшний день в отделе санавиации работают 30 человек. Это фельдшеры, координатор, медсестры, диспетчеры и водители. На вооружении у медиков 10 карет скорой помощи, один вертолет и самолет. При этом помощь больным санавиация оказывает бесплатно. Жанна Товторбай, Николай Иванов, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании ОТРАР.